Всем привет! С вами Надежда. На моем канале страничка надежды. Сегодня 29 января 2022 года. И у нас уже вылезли с земли вот эти вот цветочки весенние, хотя еще не весна вроде бы. Так что делюсь с вами и те, у кого снег лежит, делюсь вот этой вот, хотел сказать, весенней, зимней красотой британской. Мороз немножечко побил ночной молодые ветви вот этого вот растения плетущегося, по-моему, называется физалис, а может быть нет, не знаю точно, как он называется. Но вот те, что погрубее были, они не погибли. А вот молоденькие, они погибли, надо будет потом их обрезать полностью, когда они подсохнут. И растение будет дальше плестись по беседке. Хотя вот здесь тоже молодые, а они не погибли, не знаю почему. А ночью у нас был сильный-сильный ветер, прям настолько сильный, ну редко такое бывает. Вот что натворил, сломал у меня здесь артишок, но это не страшно, он отрастет. Вроде больше ничего не сломал, хотя это фрейн вся, вот эта вот, она была приделана к земле, то есть вот они, вот эти штуками. Она была приделана, вот они валяются везде. В общем, улетела. Я ее сейчас пока поправлять не буду, потому что у нас еще пока что дует сильный ветер, пока я ее оставлю так. Она вроде зафиксировалась, больше никуда не двигается, в общем, вырвала ее вот отсюда. Так, а где на этой грядке? Не поняла. На этой грядке был черный укровной материал, это перевернуло. А где материал мой черный? Я не поняла. Курятина, вы видели, нет, куда она улетела? Где мой черный материал? Улетел, представляете? Черный материал улетел. Да, вот так вот. Совсем улетел, нету его нигде, представляете? Видно, к соседям улетел куда-то. Вот здесь у меня был черный, плотный черный материал. Причем он тоже держался, вот эти вот штуки его держали, вот здесь вот, и вот здесь вот. И он куда-то убежал, убег. А вот и материал я нашла. Вот он, так что я его потом положу. Здесь порезала поролон на куски, надо будет его утилизировать. По чуть-чуть буду в бак закидывать, потому что если все закинешь, то бака для своего мусора не будет. Дом небольшой у нас, всего лишь 80 квадратных метров, но очень удобно позвонить в колокол. Это у меня такое новое изобретение в нашем доме, очень удобно. Звоню в колокол и все, кто домочадцы, все сбегаются вниз. Это значит, что пора кушать или пить чай, что угодно. То есть я не зову их по именам отдельно, я просто звоню в колокол. Пробуем это уже где-то третий-четвертый день, очень мне это нравится, идея. Колокол, кстати, от коровы, для коровы, который когда-то я мечтаю повесить на свою корову. Может когда-то избудется, но пока колокол использую так. Любят мои ребята чебуреки. Я, честно говоря, люблю обычный, традиционный, так сказать, чебурек с мясом, с фаршем, с луком, с чесночком. А ребята любят у меня, любые в принципе, просят иногда делать с колбасой, с сыром и с томатной пастой на вкус, как пицца. Не знаю, можно ли называть это чебуреком, просто колбаса. Вот сейчас у меня здесь чеддер, это на другой день я снимаю. Получается такой кармашек, а Гаша вообще просит просто с сыром. Не уверена, можно ли назвать это чебуреком. Но ребятам нравится, а это самое главное. Кто говорил, что у нас дома холодно и Надя ходит в шапки дома? Нет, Надя не ходит в шапки, а шапки. Сейчас я покажу, сколько у нас температура. 19.9, почти 20 градусов. Тут принцесса Агафья. Все в шоколаде. Агафья, у тебя моська грязная, шоколадная. Ну, а теперь время заняться теми подвесными веревочками, как вы помните, которые я приобрела в прошлом видео. Ой, чувствую, будет тяжело мне делать второй цветок. Он у меня такой особенный. Что-то не то. Что-то не то сейчас. Сейчас как-то не так. Сейчас я подумаю. Может, его подвесить, а потом ее вставлять? Ну, вообще, правильно тут? Когда она вся перевернута, да что ж такое? Я не люблю вот такие всякие штуки, в которых надо разбираться. Сейчас, сейчас, сейчас. Не пойму я, какой здесь вообще рисунок-то. Сейчас я вот эту штучку сниму. Вот эту сниму, так, временно. Вот эту повесю, сюда, так. И вот сюда должен зайти цветок. Какая-то закрученная вся. Вот так вот, здесь должен быть цветок. Ага, во, вот так, да, вот отсюда его надо поставить. А, вот теперь понятно. Я не знаю, получится. Это-то получится, а вот второй цветок, не уверена. Как вообще их туда запихивают? Так, так. Вообще, честно сказать, мне этот цветок не сильно нужен. Мне вообще сейчас цветы не сильно нужны, потому что я настроена на переезд. И мне все цветы, они как бы мне немножко мешают. Я же не могу его взять просто и выкинуть. Если кто-нибудь бы у меня его забрал, вот, я была бы рада. Но пока нет таких желающих. Ай, листочек, похоже, сломался. Так, ну, как-то вот так висит. Лучше, нет? Ну, на подоконнике, по крайней мере, не занимает место. Надо это делать, конечно, когда он маленький. Тогда не будет вот этих проблем. Ой, сейчас мы пойдем в мою комнату. Там меня ждет тоже цветок, который надо подвесить. Только я чувствую, это будет очень сложно. Я, наверное, его сюда, наверное, принесу. Но мне нравится, мне очень нравится. Как бы так более, мне кажется, практично, чтобы цветок висел, нежели чем, когда он стоит. Вот это вот выправится, надеюсь. Вот эти веревочки. Непонятно, зачем они. Как вам, нравится, нет? Мне кажется, симпатично. Я, наверное, знаете, что-то делаю. Я сейчас, наверное, вот эту разложу здесь, а потом сюда цветок принесу, наверное, так. Просто у меня там нет такого места, пространства, чтобы этим цветком заниматься. Вот сюда вход. Вот сюда вход. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Правильно? Так, давай не погни. Смотрите, вот такой цветок, вот с такими плетями, плетнями. Я его, честно говоря... Ой, он даже прирос. Такое ощущение, что он прирос к этому. Я его не трогала много-много месяцев. Я его вообще не трогала. Потому что, ну, не хотела сломать ему эти все плетни. Но им уже совсем плохо. В общем, сейчас я, наверное, положу камеру, установлю. И двумя руками его тихонечко попытаю отсюда депортировать. Так, я его принесла-то сюда принесла. Принести-то принесла. Вот как мне это сделать? Как это сделать? Даже не знаю. Надо как-то его просунуть сюда. Ой, не знаю, как это сделать. Не знаю, что делать. Взяла его в руки. А как? А может, его вот так вот попытаться вот... Нет. Закинуть как-то эти плети вот сюда. Такая же фигня будет. Как-то вот так попробовать. Не знаю, что делать. Не знаю, у вас невозможно спросить, да, дорогие зрители мои, чтобы вы мне подсказали. Как-то вот так. Так. А теперь надо вот это вот как-то... Я знала. Знала, что будет гемор вот такой вот. Будет очень сложно. Но не знала, что... Прям настолько так собака под дверью шкребется. Ай. Ай, нет, что-то я не то делаю. Сейчас они все запутаются. И будет вообще ужас. Ахахахаха. Нет. Нет, нет, нет. Давай вот сюда залазь. Чюда залазь давай. Чюда в дырку вот эту залазь. Нет, что-то я не то. У меня такое ощущение, что не то, что-то делаю. Нет, нет. Я решила по-другому сделать. Знаете, что я сейчас делаю? Ай, верю не перехватить. Сейчас я подниму его вот так. Ахахахаха. Запуталась все. Все запуталась полностью. Да, наверное, у меня нет выхода, кроме как сложить все плети, что ли. Я даже не знаю, как. Не знаю, как мне это сделать. Не знаю. Когда вы будете мне писать подсказки умные, то уже будет не нужно. Так, я подвесила его. Сейчас буду расплетать вот эти вот плети. Не знаю, с чего начать. Когда я попытаюсь сейчас сделать так, как было, но очень это непонятно как. Потому что надо по-хорошему его сразу выращивать, растение выращивать сразу, когда оно маленькое, уже ставить вот в эту всю билибердень. Вот сюда попали. Да, нелегкая эта работа. Я думала, проще будет, честно сказать. Но как-то вот... Мне не очень нравится результат. Честно скажу вам. Ой, я не знаю. Просто не знаю. Можем его выкинуть просто. Вообще, растение мне это очень нравится. Супер неприхотливое. Полил, не полил, не так важно. Может вообще ждать, пока ты приедешь к нему и польешь. Мне такие растения нравятся. Я не люблю растения, с которыми нужно там во все места дуть. Вот так вот получилось. Почти все плеть я расплела. Ну, более-менее, скажем так. Вот так вот. С этой стороны и не стало. Может быть, надо тоже здесь... Сейчас посмотрим. Может быть, сюда плети какие-то пущу. А то здесь как бы пусто. В общем, вот так получилось. Красивенько, правда? Но плети... Смотрите, какие длинные. Они до обогревателя, до... Как его называется? До... Батареи. Надо его в другое место повесить. А предыдущий сюда повесить. Да, и нужно подоконник теперь протереть, потому что здесь стояли цветы. Я их поубирала. Здесь вот только остался один денежное дерево. Это, кстати, помните, у меня было огромное-огромное денежное дерево, которому там лет 11 что ли было. Я его продала. Он уехал на юг. На юг Англии. У меня остался вот детка его. И он уже вот такой вот большой уже вырос. В общем, растет не по дням, а по часам этот денежное дерево. Я его повесила на кухню. Оно немножко длинноватое было. Я вон завязала узлом там сверху. Ну, вот так получается. Надо расправить тут, а пока несла все. Что, собачки, вы хотите? Опять кушать хотите? Не, не, нельзя вам. Вы уже покушали. Вы же не голодные собаки. Нельзя. Куда вас влезает столько еды, а? Хочу поблагодарить своих зрителей, которые написали мне такую подсказку, как мне решить проблему с моими бутылками. Мне посоветовали написать записку своему молочнику. Он как раз сегодня должен привезти молоко. Я написала записку, чтобы он забирал все эти бутылки. Ну, что-то, мне кажется, он не заберет. Но пытка не пытка, как попытка не пытка. В общем, выставила я их на улице с запиской. Ветер очень сильный дует на улице. Мне казалось, эта затея провальная. Но я послушалась своих зрителей и исполнила это. Да уж, я не знаю. Что будет? Заберет ли он так? Сомневалась я, заберет он или нет. Потому что я ему оставляла чуть больше бутылок, чем он мне привозит молока. И он каждый раз не забирал их. У нас уже вечер. Собачки ложатся спать. Вот они каждый вечер вот так вот спят. Ну, а ночью приедет молочник. И увидим, заберет ли он бутылки на этот раз. Итак, у нас ночь. Я случайно совершенно проснулась. Это часов, наверное, полпятого, наверное. Я думаю, где-то так. Он приехал за молоком. Машина остановилась. Заберет ли он бутылки? И да. И да. Он забрал бутылки. Представляете, то ли другой шофер. То ли, я не знаю, может что-то у них поменялось там в фирме их доставки этого молока. В общем, большое спасибо моим зрителям, которые помогли мне решить этот вопрос. В принципе, он небольшой и житейский. Ну, все равно приятно. Отдала я все бутылки. Он их забрал. Ура! Мне придется их складывать в бак для стекла. Иду я вниз ночью проверить, есть ли молочко. Забрать молочко и проверить, забрал ли он бутылки. На этом, дорогие мои зрители, да, вот оно молочко. Я с вами прощаюсь, мои дорогие. Всем хорошего дня, потому что видео вы будете смотреть утром. Ну и все. Всем пока. С вами была Надежда. До новых встреч в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok